всем доброго дня очередное видео а то им зап сегодня цель помочь людям которые в регионах у нас машин таких осталось очень мало на обслуживание приезжает очень редко санта фе с двигателем 2 и 2 d4 eb даем да что если мы отъехали замкат то там уже топлива скажем сотни километров все хуже хуже и хуже вот так и здесь случилось после заправочки стала спира вставать в аварийный режим потом стала глохнуть и все хуже 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 ошибка 1186 1186 это у нас проблема по низкому давлению топлива машина периодически процессе езды глохла они сменили топливный фильтр сняли в баке топливо заборник колбу он весь был забит полностью и сменили насос ничего не изменилось стало только хуже притащили ее сюда волоком так как эвакуатор было дорого то есть другом но решение правильно в том что они никого не пустились сюда и здесь все осталось штатно пробег здесь 120 тысяч хозяин один ручной подкачки топлива здесь нет подкачной насос баки то есть что значит это ошибка 1186 это отказ насоса подкачного баки это забита сетка грубой очистки топливном баке это топливный фильтр и принципе вроде все но не не у всех только на этой машине не путайте с другими машинами других машинах этого нет только здесь есть такая проблема вот этот штуцер это обратка а вот этот подача только на этом насосе на 2 и 2 8 9 год внутри в штуцере установлена сетка в раньше в дизелях тракторах я не знаю там камазах внутри в штуцере есть сетка сняв эту сетку она была весь штуцер был забит вот так во всю длину то есть он был плотно забит греть помимо грязи я увидел большую часть знаете это ворс ворс от некачественного топливного фильтра когда забивает топливный фильтр там грязью а насос подкачной у нас давит поэтому хочешь не хочешь его вырвет он попадет сюда форсунки работают жестко нашем случае это регулятор на нем тоже есть сеточка и она забилась то есть где-то заправились и вся эта грязь хлынула по всей системе забила от начала до конца ну принципе они большую часть уже сделали мне осталось только здесь регулятор сейчас сразу сниму сниму регулятор бросим его в ультразвук пусть он лежит там болтается о есть не отломал здесь тоже две защелочки вот датчика распредвала вот все и сторонку заново одеваем перчатки не нужен нам там мусор нигде 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 мусор нам не нужен так и откручиваем трубку подачи топлива и снимаем регулятор сам на всякий случай сделал сразу тест на обратку перепроверил все в порядку обратку они не сливают отлично они работают попала грязь и может сказать отделались малой кровью та проблема которой у нас приехал человек она решается принципе тем что мы почистили сетку штуцере на тнвд и тем что мы почистим регулятор и в принципе все то есть все будет работать все будет отлично и вот он просто просто в ужасном состоянии все забиты сетка вот этот вот прям вот он вот здесь у нас лежит это наша штука она кстати бьется током был случай не знаю что там заземление был случай такой что когда я взялся за регулятор меня ударило то а я держал регулятор в руке и стала отключать и ударила я очень не выкинул поэтому теперь я всегда отключаю сперва сперва отключаю а потом вытаскиваю только чтобы не выкинул потому что если я выкину но это слишком дорого не станет все как всегда моем только механическую часть не зай будет тут видно но сейчас все потом очистителем получается вот все здесь ржавчинка отмылась и вся сеточка чистая вот так вот должен выглядеть всегда при мойке регулятора всегда смотрим обращаем внимание на кольцо уплотнения то есть допустим здесь это крайне редко происходит но всегда смотрим неважно есть вот эту проблему или нет раз в год и палка стреляет поэтому тоже всегда проверяем то есть визуально будет видно есть раковина у нас или нет здесь я еще посмотрел изначально и вот сейчас после мойки уже когда все открылись все эти бывает такое что визуально смотришь вроде бы ровненько а после ультразвука видно раковину нет тут все отлично я думаю что сейчас все по сами все будет работать ну что день 2 вчера с 9 до 2 часов я убил массу времени на эту машину много много было проблем после решения каждой проблемы я решала где-то где-то по одной мы пробовали потом по 2 уже парно делали ничего не происходило и где-то после уже после окончания решения всех проблем а это это топливный фильтр клиент менял сам топливный фильтр и сам менял подкачной насос якобы он там загудел давление прыгает падает от до 24 должно быть 30 31 и подскайки до 36 38 непонятно что это было даже делал попытку подкинуть другой регулятор и все клиент был с другом пытался у них вытянуть всю информацию что они не там наделали но так у меня толком вроде бы как они рассказали что фильтр сменили топливный и в баке топливный фильтр я снял увидел что он был мокрый диз топливе решил его снять и проверить там все было чисто за исключением того что на датчике воды была утеряна уплотнительная резинка и оттуда не бежало топливо и это немножко попозже скажу почему она не бежала я поставил резиночку все собрал сделал инспекцию топливного фильтра прокатились пятый раз мастером и у нас всегда происходило одно и то же то есть не менялась ничего абсолютно не было ни лучше не хуже и уже вечером вчера где-то примерно пол восьмого было принято решение то есть обсудили что если ничего не меняется надо лезть туда где делали по словам клиента то есть в топливозаборнике они поменяли турбинку на подкачной насос в баке и якобы после этого ничего не изменилось и вот я залазил туда и вижу там картину вот я вытащил то есть вот это не даже не дом или даже непонятно что это такое я пытался мыть его растворителем пытался мыть это все очистителем ничего не отмывается вот сейчас я сделал еще одну попытку попробую кинуть это все в ультразвук закину и вот она турбинка турбинка да им продали именно дизельную спросили потому что давление выше здесь и вскрыв его я увидел вот такую картину вот так стоял шланг он слетел а слетел потому что здесь нет елочки здесь этот насос сделан для других то есть когда здесь резинка одевается и он вставляется и подпирается сзади с защелкой но не для одевания шланга то есть этот насос в нашем случае вот он оригинальный вот смотрите номер сразу я был сильно удивлен когда мы открыли схему на этот топливозаборник можно заказать все то есть неважно вот пружиночку сеточку каждая деталь то есть на схеме есть отдельно то есть на каждую детальку есть номер именно поэтому то есть и насос сам принципе недорогой так вот он вытаскивала и что мы видим вот она елочка которая не дается скачать шлангу потому что то есть не ну может быть там поставить стяжной хомут притянуть посильнее я не знаю более мощных может быть это и будет работать но это будет неправильно и это не в нашем случае то есть теперь у нас будет оригинальная такая турбиночка и мы ее сейчас установим последний вот у меня сейчас остался шанс вот это мне надо как-то отмыть не знаю даже получится ультразвук отмоет или сделать все хуже не знаю потому что все средства которые были они не спасли насос поставили на улице заводится все отлично хорошо сейчас прогреем немного мастерс прокатится и посмотрим как себя будет вести после того как он прокатится опять же проверим диагностикой что у нас давлением топлива стала насос смотрите снимается довольно сложно вот здесь необходимо снять сдвоенное сиденье брать его слава богу что есть место в багажнике то есть убрать и вот здесь находится наш насос вот он приклеивается на вот здесь на этом было скотче но клиент вот сделал даже свои эти саморезики то есть ну в принципе это правильно уже лучше вот начале видео я сказал что наш клиент хороший парень и нигде не лез никого не подпускал но залез сам и вот вышло так что потерял очень много времени из-за того что подкачную насос поставили неправильный вырвала шланг и на топливном фильтре было утеряно уплотнительное кольцо если бы все было заводской и никто бы туда не лез я бы сделал может быть через час может быть через два мы бы просто очистили всю систему разобрали собрали честь но насосом насосом по словам клиента они даже все сняли почистили поставили и они сказали что он очень сильно будил вполне возможно что так как была сетка он показывал фото она была реально очень сильно забита поэтому может быть у него было голодание у насоса и поэтому стал будить пробуем тестируем если все отлично то загоним и уже будем собирать салон сейчас самое главное проверить чтобы не было наличие ошибок и давление топлива меня беспокоить регулятор хотелось бы конечно чтобы он стал норму потому что работаем принципе будет но он будет медленно и верно убивать топливные форсунки тем что давление постоянно скачет прыгать вот за один день это не произойдет а вот за полгода за год опять же сколько есть десять тысяч двадцать тысяч проедет может что-то произойти то есть подкачанный насос который у нас стоял в баке просто часть топлива скидывал ему не хватало вот и все я наглох потому что по факту все было по факту все было забито везде были проблемы и когда мы постепенно исправляем проблему у нас есть улучшение у нас их не было и связи с этим выводом было принято решение залезть и все перепроверить так чем выбрал сантафе сантафе у нас 2 и 2 d4 eb по двигателю давление топлива у нас напомню прыгал от 28 до 34 38 где-то так было вот ошибочек все нет сейчас здесь у нас пробег 120 450 и меня интересует давление топлива вот она у нас вот и смотрим должно 31 32 ровненько все стоит ничего не скачет дело в том что так как ему не хватало давление оттуда с бака поэтому регулятор пытался выровнять ну вот уже плюс минус регулятор надеюсь что после этого ремонта люди обратятся уже следующий раз по поводу течи масла и трубокомпрессора потому что проблему все-таки решать надо будет так ну все принципе закрываем отдаем насосик тоже вернем вот как бывает то есть сейчас получается даже этот китайский насосе который они приобрели турбинку ну я больше чем уверен что они вернуть его не смогут то есть видите своя как бы инициатива лажи и наказал поэтому на этом мы и закончим все пока в кае инициативе Продолжение следует...